Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Многие считают, что ловить карася в январе нереально. Эта рыба спит зимой, якобы зарывшись в выл. Но это далеко не так. Да, карась может и зарывается в выл, но только на тех водоемах, где мало воды и он промерзает глубоко. На всех остальных водоемах карась прекрасно ловится и главная проблема, он плохо прикармливается. Если летом можно было кинуть ароматную прикормку и карась мчаться со всего водоема, то в январе главное цель найти стаю и сунуть под нос приманку. В январе карась старается держаться на участках с песчаным дном. На елистом дне карасю становится трудно дышать, так как в тех местах меньше кислорода во времена сильных морозов. Карась перемещается в зимовальные ямы, где и будет стоять до весеннего потепления. На подледной рыбалке наиболее результативной является ловля карася зимой на мормышку. По своему внешнему виду мормышки на карася напоминают представителей зоопланктона, который составляет основу кормовой базы данной рыбы. Дополнительно подсаженная наживка, допустим опарыш или мотыль, делает приманку еще более привлекательной для карася. На протяжении периода ледостава для ловли карася успешно применяются зимние удочки, на которые устанавливается сигнализатор поклевки по выбору рыболова, кивок или зимний поплавок. Для того, чтобы увеличить уловистость мормышечной снасти, можно применять разные оснастки. Наибольшей популярностью пользуется снасть коромысла или зимняя удочка, оснащается кормушкой и двумя мормышками на поводках. Ловля карася зимой на мормышку ведется днем и ночью. В ночное время нужно предусмотреть подсветку лунок. В безветренную погоду самым простым и доступным способом освещения является установка свечей. Рекомендуемые мормышки дробинка, капелька и уралка. Цвет в январе берем более кислотный или яркий. В процессе ловли карася зимой, особенно в январе, при затяжном отсутствии клюва, стоит проверить реакцию зимнего карася на другой вид мормышки или к традиционным наживкам добавить или заменить их растительными насадками. Когда вы уже нашли стаю карася, то тогда можно и прикормить. Для этого используем кормовой мотыль, костную муку и панировочные сухари. Можно в шариках, можно россыпью. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok